Итоги социально-экономического развития обсудили в Урнарском районе. В местной газете было опубликовано приглашение принять участие в совещании. Так что итоги подводили всем миром. В начале церемония награждения. В районе появились новые заслуженные работники сельского хозяйства. Честовали и стипендиатов главы Чувашии. В этом году их здесь четверо. Отчет о ситуации в районе сделал глава. В прошлом году зафиксированы рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. Намолочно почти 48 тысяч тонн, что в полтора раза больше, чем в 2013-м. По валовому сбору зерна Вурнарский район занял первое место среди районов Чувашии. По производству мяса и молока – третье. Налоговые поступления во все уровни бюджета в 2014 году к уровню прошлого года выросли на 25,3%. И составили 588,3 миллиона рублей. Коэффициент соебряемости налогов платежей бюджета всех уровней составил 98,5%. Во многом сельхозтоваропроизводителям помогла государственная поддержка. В район были привлечены инвестиции в размере 500 миллионов рублей. Вурнарский район у нас достаточно такой, можно сказать, индустриальный. Индустриально-аграрный промышленный комплекс района обеспечивает 7% промышленного производства республики. То есть достаточно такая неплохая доля. Как уже говорили, зарплата средняя по району составляет 18 492 рубля. На ряде промышленных предприятий зарплатой выше и 20 в республике. Приняты антикризисные планы, то есть планы по устойчивому развитию экономики и обеспечению социальной стабильности в обществе. Основные направления посылы этого плана, как должна строиться работа органов власти всех уровней. Это, конечно, повышение доходности бюджета, сокращение неэффективных расходов и поддержка реального сектора экономики. Поэтапно решается вопрос качества питьевой воды. Сегодня я с любым жителем поселка Вурнара готов взять эту воду из крана, скипятить его, попить чаю и доказать, что эта вода нормальная. Есть и другие нерешенные проблемы. Строительство садика, например. Конечно, мы его должны были в прошлом году, в 2014 году запускать. Но, тем не менее, сейчас, вот, 1 июня, да, уже срок стоит. Это благодаря, конечно, местной строительной компании АМСО. Мы думаем, будет, потому что народ ждет этот садик. Кстати, лично выяснить причину затянувшегося строительства детского сада председатель кабинета министров отправился сразу после совещания. Сейчас ждем, когда нам теплоузел. И вот с сентября месяца, вот сегодня февраль, до сих пор теплоузел не утвержден. Мы даже тепло не можем сдать, чтобы успеть. Это вот о проблемах, основная проблема. Чего так тянется долго? И не хотят утверждать. Вы с этого, с прошлого года, вот поэтому, я летом еще на объекте был. Там отношения уже выясняли, что по вагнам, там невозможно приступить к работам и так далее. Сейчас уже два этажа возвели и обсуждаете вопросы. Главными задачами на 2015 год Иван Моторин считает завершение строительства детского сада, снижение задолженности за газ.